Добро пожаловать на канал Инстеринограмм, с вами снова Ирина, и сегодня у нас очередное праздничное декабрьское видео, влогмаз, будем сегодня украшать и убирать квартиру в Осло, мою любимую квартиру, в которой я живу уже более шести лет. Будем делать ее красивой, уютной в преддверии грядущих праздников, Рождества и Нового года. И в начале этого видео небольшой мастер-класс от Софии. Вот мы с детьми в эти выходные делали печеньки имбирные и украшали гвоздичками мандарины. А мы переходим сразу же к делу. У нас тут был день рождения, даже два, у сына и у мужа были дни рождения, поэтому у нас остались шарики. Сейчас мы день рождения, декорации дни рождения будем убирать и все будет скоро выглядеть как зимняя, новогодняя, рождественская сказка. Согласитесь, шариков здесь не место. Согласитесь, шариков здесь не место. Ну, как вы уже поняли, первое я собираюсь украшать зону камина. В принципе, она уже у меня украшена, там стоит елка наряженная, и я немножко решила протереть камин. Кто-то скажет, наверное, бесполезное действие, я соглашусь, но я очень люблю этот ритуал. Скоро камин опять зажжен, как только дрова привезут. Муж уже привел дрова, когда я записываю эту озвучку. В тот момент дров еще не был камин, мы не зажигали, хотя уже так холодно. С начала декабря очень такой необычный декабрь, был теплый достаточно ноябрь, и вот прохладный сейчас, хочется сидеть дома, хочется в уютный плед укутаться с кофе, чаем, какао горячим, с маршмеллоу, что-нибудь такое уютное, смотреть какой-нибудь уютный новогодний фильм. Очень сейчас хочется, прямо такое настроение, все на улице белым-бело, темнеет рано, вот, и я почему-то двигаюсь снизу вверх, хотя правильнее, наверное, было бы убрать сначала вверх камина, и вниз, ну, как-то сегодня у меня все получается наоборот. И я достаю мои любимые крючки команд, люблю вот эти овальные, прозрачные, мои самые ходовые, самые любимые, и достаю гирлянду, которую я купила на Алиэкспресс, и носочки, которые тоже на Алиэкспресс я приобрела. Я попробую сохранить все ссылки для вас, написать их внизу под видео, хотя у меня есть коллекции со ссылкой, может, я дам ссылки на них, на эти коллекции, с этими ссылками, ну, вы поняли. И я хочу украсить сейчас камин при помощи гирлянды, и таких вот носочков красивых, со снеговиком, с Дедом Морозом, и мне нужно примерить, потому что носки такие достаточно крупные, нестандартного размера, я бы сказала, и камин у меня тоже такой, что носкам не получится висеть на нем, как принято, потому что он такой скошенный, и поэтому носки будут на нем лежать. Ну, что делать, какой есть камин, такой есть. Я очень люблю свой камин, и я примерила, чтобы носки там не пересекались, чтобы они красиво смотрелись, и наклеиваю крючочки, командно которых они будут висеть. Кстати, эти крючочки также будут держать гирлянду, она не упадет вниз, то есть они будут препятствовать ее движению вовне вот этой вот плоскости над камином. Продолжение следует... И как вы уже заметили, конечно же, у меня наряжена елка, я снимала целое видео, я наряжала елку заранее, это был отдельный такой долгий очень процесс, вообще на изготовление этого дизайна, так сказать, у меня ушло 11 месяцев, я буквально начала в прошлом декабре это делать, и я очень рада результатам, поэтому я приглашаю вас посмотреть предыдущее видео, ссылки, конечно же, я оставлю себе под этим видео, смотрите, и все ссылки я тоже там написала, потому что меня просто закидали вопросами, где я что купила. Конечно же, я делюсь ссылками с вами. И если вы впервые на моем канале, я предлагаю вам подписаться, всегда рада новым зрителям. Если кто меня не знает, меня зовут Ирина, у меня двое маленьких детей, 3-6 лет, мальчик и девочка, так что мы празднуем Рождество, настоящее детское. Приглашаю вас на мой канал, обязательно подписывайтесь и пишите комментарии, я всегда рада, я всегда отвечаю на все комментарии, которые вы мне пишете. И для начала я украшаю мою гирлянду из елочки, такой вот заснеженной, нежной тоже. Я украшаю ее гирляндой из огоньков в виде звездочек, белого такого холодного цвета. Я, честно говоря, не решила еще, какой цвет мне будет превалировать. В этом году пока превалирует у меня холодный белый цвет, но все-таки я считала всегда белый теплый цвет таким желтым. Я не думала, что он белый, но, честно говоря, он какой-то более уютный, что ли. В этом году я впервые вообще наряжаю свой дом, украшаю его, и поэтому просто буду смотреть, думать, может быть, года через три или лет через пять у меня будет мой идеальный дизайн. Пока что я ищу себя, так сказать. Гирлянду я, кстати, купила ту со звездочками на Алиэкспресс. А вот эту гирлянду я покупала уже лет шесть назад в местном магазине в Классу Лисоне. И да, я до сих пор ей пользуюсь. Вот половина лампочек на этой именно гирлянде уже не очень хорошо работает, они мигают. Но все равно я очень люблю этот виночек. Батарейки в гирляндах, прямо так и сказать по правде, я не очень люблю. Даже не люблю, я скажу, буду честна с вами. Но делаю это, потому что эти гирлянды дарят настроение хорошее. Поэтому приходится мириться с этим. Вы любите менять батарейки в гирляндах? Как вы к этому относитесь? И вот эта вот гирлянда из обычной, елочки не заснежены. Я решила повесить на крючочек Каман, но если честно, она оказалась очень тяжелой. Там, вы помните, еще четыре батарейки полноразмерных, так сказать. И, конечно, венок у меня на следующий день свалился. И сейчас он просто стоит, поэтому нужно вешать его во вкрученный какой-то крепеж в стену. Крючок Каман слишком слабый для такого веса, к сожалению, оказался. И украшаю я этот венок серебристыми шариками, которые пришли мне из набора, тоже с Алиэкспресс. И гирлянду внизу я тоже украшаю этими шариками. Они такие маленькие и не очень смотрятся на елке. Все-таки на елке лучше всего крупные шарики идут, смотрятся хорошо. Я думала их использовать на верхушке, но на верхушке тоже не очень. Я показывала в видео, где я снимала про покупку елки с Алиэкспресса и декора. Точнее, я не показала коврик. Многие спрашивали. Мне показала я в самом видео коврик, не успела, забыла. И поэтому показываю здесь. Очень мне нравится коврик для елочки. Я купила 122 см в диаметре. И моя елка тоже с Алиэкспресса. Размером, ростом она у меня 2 метра 40 см. И внизу диаметр у нее 1,20 м. То есть коврик 1,22 м, а елка внизу 1,20 м. Так я подбирала коврик. Все подошло идеально. Просто мне он очень нравится. Елка и коврик. Все просто супер, мне кажется. И вот мой веночек с прошлого года. Коврик, который случайно, стихийно оказался у меня дома. Звекровь дала. Я так украсила. У меня ничего новогоднего не было из декора. Я там какой-то цветочек приклеила из моей коробочки. Сделай самок. И в этот раз я решила приклеить маленькие такие шарики. Можно использовать те, которые у вас немножечко поцарапались, побились, помялись. То есть можно какую-то сторону их спрятать в такой веночек, я считаю. И избавить себя от гонитущей необходимости выбрасывать слишком много мусора. И сейчас я нахожусь в подъезде. Там достаточно холодно сейчас. Стараюсь делать все быстро. Хочется домой погреться. Я еще пойду на балкон. Вы там увидите кое-что, что я буду делать на балконе. Вот я просто говорю вам про свои ощущения, которые сейчас я испытываю. Находясь в подъезде. Холодно сейчас у нас. Уютное время, холодное. Наверное, такое на любителя. Протираю я фонарик большой из Икеи. Вот Дед Мороз. Я не знаю, в эти входные он здесь появился. Наверное, дети с папой сходили в магазин, купили какие-то игрушки. Мне не сообщали. Но хорошо очень смотрится. Поставила свечку тоже икеевскую. Старинную мою. И вот украшаю входную дверь. И вешаю мой веночек. И вот я на балконе вышла. Смелая, храбрая. Думала, сейчас я раскручу всю эту гирлянду. Мне тут-то было очень замерзли руки. Нереально было холодно. Но для красоты видео, для вида смелости я стою, значит, практически в домашней одежде. В шерстяной, конечно, но все равно было очень холодно. Прям зима-зима. Самая настоящая сейчас. Я раскручиваю гирлянду, которую я тоже на Али купила. В этом году уже она мне долго испытывается. И, в принципе, она уличная. Она заряжается от солнца. И не нужно вообще тратить электричество на нее, что большой плюс. Но они вот огоньки очень такие не очень яркие, не очень крупные. Ну, в принципе, для настроения очень даже, мне кажется. И долго я ходила, присматривалась к этим звездам. Очень в Скандинавии особенно популярны такие вот рождественские звезды. Это бумажная звезда, в которую вставляется лампочка. И она вешается обычно перед окном. Вот я немножечко повозилась, посмотрела, что это такое. Что за зверь, с чем его едят. Вот. И, в принципе, быстро разобралась. Купила также я одновременно с ним удлинители с разъемом для лампочки. Куда вкручивать лампочку. И все у меня, в принципе, получилось. Вкрутила диодную лампочку, потому что, чтобы она не нагревалась, все-таки имею дело с бумагой. Естественно, у нас потолки высокие, больше трех метров. Поэтому мне понадобилась стремянка, немного верхолазных работ. И я прикручиваю, точнее, приклеиваю мои любимые крючочки Команды. Я два крючочка приклеила, чтобы направить шнур. И немножко шнура мне не хватило, конечно, лучше бы его удлинить. Но я пока решила повесить мою звезду вот так вот. Но она слишком близко, прям к потолку висит. Я бы хотела, чтобы она немножечко свисала вниз от окна. Но, может быть, попозже я это исправлю. Детям очень понравился. Антон был просто в восторге от этой звезды. Детям очень понравился. В этом году у меня не очень много декора. Я пока присматриваю на следующий год. Надеюсь, даст бог, все будет вообще круто в следующем году. Даст финансов, даст силы. Потому что, да, покупать и общаться с продавцами иногда бывает сложновато. Сейчас какие-то такие периоды тоже прохожу. Но, конечно, будем надеяться. Загадаем подбой курантов, чтобы все сбылось в следующем году. Надеюсь, что у меня будет украшено все уже более богато, более красиво. Сейчас, в принципе, в этом году я занималась только елкой. Я очень рада, что я сфокусировалась только на елке. И она получилась у меня роскошной. Мне кажется, она очень красивая. Все, кто приходят ко мне в дом, им говорят, что нравится. Мне тоже очень нравится моя елочка. Но всему свое время я рада, что уделила одному какому-то аспекту праздника целый год. И, надеюсь, в следующем году я уже смогу уделять время и силы другим каким-то аспектам. Я украшу диван, может быть, какие-то красивые навыки найду, пледы и так далее. Но пока в этом году все будет очень простенько. А именно вот такая вот подушка, которую мне свекровь подарила уже несколько лет назад. Старая подушка, поэтому ссылку не дам. Возможно, ручная работа, возможно, где-то они в путешествиях купили. Я не знаю, откуда эта подушка. Я знаю, что она старая и досталась мне подарок от свекрови. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Вот такой же, как у меня в прихожей подъезде стоит фонарик, только маленький киевский. Я очень давно купала два таких, по-моему, в 2015 году. И вставляю другую свечку чуть-чуть пониже. И перехожу к украшать, декорировать зону пианино. Ставлю такой же венок, что висит у меня над камином, на пианино, он уже стоит у меня каждый Новый год здесь, на этом месте. Я не стала менять его локацию, просто на году я украшу его серебристыми цветами и шариками. С Новым годом! И у нас небольшая игрушка такая, сувенир. Я не знаю, как называется, с музыкой, музыкальная игрушка. Там изображен каток, люди, домики, дети просто в восторге, постоянно вокруг нее крутятся. Просто ее обожаю. Второй год мы ее с Домомом, тоже свекровь отдала. Тоже не знаю, где купить, тоже какая-то старинная. Может быть, она в Швейцарии я купила. Потому что деревня похожа на какую-то горнолыжную, не знаю, швейцарскую, какую-то горную деревню, австрийскую. Вот, и тоже ссылку не могу дать, не знаю, где купить такое. Я бы, наверное, для дома прикупила еще похожих игрушек. Но это все в будущем, пока не сейчас. И вот так на данный момент выглядит мой интерьер. Там у нас корзинка стоит с тестами. Я ее немножко задекорировала. Положила гирлянду с белым теплым цветом и салфеточку связанную, которую недавно нашла при расслаблении. Я ее вязала. Еще в прошлой жизни. Поэтому, да, вот, задекорировала есть. Хотя зеленый ее не очень подходит, мне кажется, к рождественскому зеленому. Ну да ладно, я дальше перехожу в коридор. Буду украшать книжные полки у нас в коридоре. Ну, поскольку декора у меня уже не осталось. Остался декор, только который был у меня уже давно. Его было совсем немножко. Поэтому здесь я украшу достаточно скромно. Просто ставлю такую вазочку и кладу шарики, которые были у меня раньше. И шарики, которые немножко пришли помятые с путешествия своего из Китая. Вот, поэтому я также маскирую какие-то их стороны. Гирлянду опускается звездочками с холодным белым цветом. Тоже с Алиэкспресс. И, да, у нас безотходное производство. Не хочется много так мусора выбрасывать перед Новым Годом. Хочется, чтобы все шло в дело. Субтитры подогнал «Симон» И вокруг вазочки я ставлю елочки. Елочку из шишки, которую Антон, кажется, делал в садике. Да, скорее всего, это был Антон. И машинка такая игрушка. Еще несколько елочек. Орешки, желуди. И вот такая вот небольшая композиция у меня получилась. Далее еду на кухню и убираю свинку Пеппу. Она уже, если честно, более двух лет висит. С Сониного дня рождения как-то никто не против никогда был этих флажков. Я их уберу, наверное, их не буду выбрасывать. Возможно, мы используем флажки достаточно часто, убираем и к дню рождения вешаем. Поэтому не нужно покупать новые. Я считаю, можно использовать эти. А декор со свадьбы, который на стене висит золотистый, я решила ставить. Потому что этот цвет Нового Года. И зачем его убирать? Хотя уже месяца через три будет год, как мы поженились. Но я считаю, что такой декор все равно будет в тему. Тем более, что у меня в этом году декора очень мало. Все очень скромно. Пускай висит, в принципе. Субтитры сделал DimaTorzok Я очистила стол. И первым я всегда, каждый год, ставлю подсвечник с пятью свечами. Это подсвечник для адвента. Видите, у нас уже был один адвент, и одна свечка немножко сгорела. Завтра у нас будет следующий адвент. И мы зажжем две свечи. То есть первая свечка, после того, как они какое-то время погорят, она станет еще короче. И в итоге к Рождеству выстроится такая вот ступенчатая лесенка. И мы зажжем последнюю свечу уже в Рождество. И будут гореть все пять свечей. И это очень красиво. Мне очень нравится эта традиция. И дальше перехожу я убирать там, где стояли у меня различные машины. Кофемашина. Мой блендер. Протираю там все. Очень часто там кофе капает. Какие-то крошки летят. Нужно обязательно этот угол помыть. Как и подоконник. К нему я перейду следующим уже. Субтитры сделал DimaTorzok И на подоконнике на кухне я решила сделать Две композиции. Вот первую большую вазу. Вот эти обе вазы, они точно из Икеи. Давно уже они у меня. Очень давно. Лет, наверное, десять. Я в первую вазу насыпаю муку. И ставлю фигурки, елочки. И получается вот такая вот композиция. Уже несколько лет подряд я делаю. Практически одну и ту же композицию. Раньше я ставила машинку. В этот раз машинки не будет. Мне кажется, достаточно без нее. Все выглядит гармонично и завершенно. Ничего лишнего. А в другую вазочку опять кладу красные и серебристые шарики. И также буду украшать световой гирляндой со звездочками из холодного белого цвета. Тоже с Алиэкспресс, которых я купила несколько в этот Рождество. Алиэкспресс, которых я купила. Эти световые гирлянды с Алиэкспресса, они такие копеечные, но создают столько уюта, поэтому я считаю, что они бесценны. Субтитры создавал DimaTorzok Я нашла такую игрушку, отломалась у нее вот эта вот проушина. И я решила просто то, что было под рукой, вот такую вот гирлянду из дождика. И на нее прям приклеить ее пистолетом, клеем пистолетом. И подвесить ее. Я решила повесить ее на кухню. И вот такая вот игрушка, которую Антон делал в садике. Из нее вывалились блестки. И опять я использую то, что у меня под рукой. То есть Сонина недавно порванные бусы со звездочками. Решила более такие нейтральные тона найти в ски. Бусы для девочек. Фиолетовые и розовые я постаралась убрать. Остала желтый, красный и тоже на фотографии. Там в садике дети делают различные поделки. И, конечно же, нужно их использовать в декоре. Применять очень активно. Вот эти вот поделки и два сердечка. Тоже, тоже Соня в прошлом году делали в садике. Оба принесли по сердечку сшитому. И я решила повесить их на дверцы кухонных шкафчиков. Украсила кухонный фасад ими. Ну, в принципе, гостиную, кухню, коридор я украсила. Спальни детские и наши взрослые я особо не планировала украшать. Может быть, со временем. Потому что это не конечный вариант. Конечно же, еще до Нового года уйма времени. Буду смотреть какие-то варианты. С детьми будем делать поделки. Они обязательно будут в садике и школе что-то делать. Обязательно, я уверена в этом. И мы как-то, думаю, решим этот вопрос уже с другими комнатами. И пока что я настроилась именно на гостевую зону, кухня, коридор, гостиная, зону телевизора. И у меня получилось, мне кажется, достаточно уютно. Конечно же, много идей в голове. Хочется уже все воплотить. Но всему в свое время каждый шаг нужно делать постепенно, я считаю. И тогда результаты будут просто, которые вас потрясут. Не нужно торопиться. Я возвращаюсь в коридор. И здесь я решила сделать кое-что интересное для детей. Я очищаю зеркало. Снизу она очень была заляпана. Я там немножечко... Пришлось мне немножечко повозиться внизу зеркало. Там было очень много следов от пальчиков. Но я все вытерла и стало более красиво. Там небольшое хранение под зеркалом. Но какое-то время я решила его не использовать. Не буду им пользоваться. Обычно я хранила там утюг. И в принципе, это место нужно будет расхламить. Но думаю, что сейчас не для него время. Просто закрою его, чем вы видите сейчас, что я придумала. Я нашла такую цветную цветовую гирлянду. На двух батарейках тоже положу ее сюда. И вот я принесла детские книжки. Одну книжку, к сожалению, я не нашла. Думаю, что нужно будет расхламление двух книжных шкафов. Мне делать срочно на следующей неделе. Это были песенки под елочкой. Очень хорошая книжка. Вся такая новогодняя. Не знаю, не могу найти. Все перерыло. И вот такая вот чашка. Мне прислал продавец не ту чашку. Я хотела оленя. И такой Дед Мороз ко мне должен сейчас идти по почте. Пока не пришел, эту чашку я решила заснять и отправить продавцу обратно. И вот книжки, которые я выбрала. Детские книжки с наклейками какие-то. Журналы. Холодное сердце. Пеппа на коньках. Линниковый период наклейки. Всякие книжки собрала. Надеюсь, что дети проявят к нам интерес. И вот эта вот композиция тоже у меня совершенно спонтанно образовалась. Я, во-первых, не знала, куда, где хранить эти шапки. Во-вторых, у меня были два крючка от хранения. А я хранение повесила на крючке команды. Потому что хранение у меня не на двери было. Крючки остались. И я уже собиралась их выкинуть. И вдруг решила померить их. А вдруг они по ширине двери подойдут. Они подошли. И вдруг у меня в руках оказываются эти два колпака. И я их вешаю. И просто получается, мне кажется, очень классно. В жизни это выглядит просто безумно уютно. Я надеюсь, что я создала для вас уютную атмосферу праздника сегодня. Спасибо, что заставили мне компанию. С вами была Ирина, канал Инстеринограм. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok